Привет, мои дорогие друзья! Большое спасибо, что комментируете мои видео. Сегодня предлагаю поговорить, как повысить эффективность. Я прочитал очень много книг, слушал лекции и презентации. Многие говорят внимательным быть, делать планы, но забывают об источнике. Итак, источник мы сами. У нас внутри до 90% времени в течение дня ведется монолог. Мы говорим сами собой, это будет хорошо, ну так вот сделать, а я пойду туда, приду сюда. Нет, вот это делать не надо. В этом монологе есть куча барьеров, что это не делать. Если я скажу так, то может быть партнер мне скажет по-другому, нет, я это вот не делать там. Или там у тех, которые посерьезнее дела, брошу курить или пить. Не, ну вот еще один стаканчик. И вот этот монолог на работе, вот с этим коллегам нет, я не поговорю. А может быть у вас срывается какая-то крутая сделка. И так вот мы делаем все с утра до вечера, говорим, говорим с собой. И результат этого монолога мы собираем каждый день. Много раз этот монолог, мы его просто, ну как бы ведем и даже не осознаем. Он идет там, и вот, ну и идет, и как бы, ну и думаем, ну и хорошо. Но очень важно его, стать хозяином этого монолога. И реально вот сегодня, на сегодня задача, ну подумайте, вот какой ваш монолог, что у вас там внутри творится. Вы что-то хорошее, доброе делаете или наоборот, что-то замышляете, что-то нехорошее. И с какими у вас последствиями будут. Поэтому секрет на сегодня это контролировать ваш монолог. Я написал об этом в книге «Перепишите свою судьбу» и вас могу научить, как контролировать его, чтобы добиться больше эффективности, больше результатов. Просто сконтактируйте меня на сайте aviacademy.net и не забудьте поделиться моим видео со всеми вашими друзьями, которым нужна моя помощь. Хорошего вам дня, ваш Николай Карпало.